Праздник всей республики, День работников лесного хозяйства, отмечается в воскресенье. Лесохозяйственный комплекс для республики Мырил – традиционно одна из главных сфер экономики. Восстанавливая леса и заботясь о сохранении существующих, мы закладываем основу благополучия будущих поколений. Ишкар-Ала окружена лесами 5 километров от города по Казмодемьянскому тракту. И мы уже в одном из них. За состояние деревьев отвечает пригородное лесничество. Его Краснооктябрьский участок. Лесничий Евгений Шепелев трудится на этом посту третий десяток лет. Сейчас у нас основная функция – это контроль за арендаторами. То есть хозяйственную деятельность мы не ведем никакую за арендаторами. Охрана леса осталась на нас от пожаров, от вредителей, болезней. И вот такие вот коллектив сократился. Но люди остались, пока работают. Ежедневная работа по охране лесов – одна из самых низкооплачиваемых в республике. В среднем лесники получают около 10 тысяч рублей в месяц. Персонал участка почти весь и собрался на утреннюю планерку в офисе. А общая численность сотрудников пригородного лесничества – 48 человек. Ну а главная специфика их деятельности последних лет, повторимся, связана с борьбой с незаконными порубками. Результатом неизменно становится выявление ущерба и потенциальная экономия государственных средств после поимки лесорубов-браконьеров. По сравнению с 2009 годом количество незаконных рубок уменьшилось в 3,9 раза, ущерб в 20,5 раз. И даже по сравнению с прошлым годом у нас количество самовольных порубок уменьшилось на 10%, ущерб на 25%. Ну, конечно, здесь за ним стоит большая работа. Создана межведомственная рабочая группа, утвержденной главой республики Мариел, которые направлены на своевременное обнаружение, пресечение, расследование незаконных рубок. Как всегда, перед завершением сезона активной экономической деятельности в лесу принято подводить определенные итоги. Вот как выглядят свежие данные, касающиеся технической оснащенности лесной отрасли. В последние годы мы приобрели более 60 единиц различной противопожарной техники. На сегодня действует 18 видеокамер, есть наземное патрулирование, 36 пожарных наблюдательных вышек, все которые проработали пожароопасный период с достоинством. И работа была активно организована по обнаружению возникших лесных пожаров. Лес, как объект экономики, учит мыслить человека категориями столетий. Это одна из немногих отраслей, которая напоминает нам, что кроме забот сегодняшнего дня, есть еще будущее. Что нынешнее поколение оставит своим детям и внукам? По крайней мере, лес, которого ежегодно становится больше благодаря выстроенной системе. Вслед за порубкой следует посадка деревьев. Силами арендаторов и общественности мы провели посадку на площади 1461 гектар. Ну и также ведется работа по содействию естественному замновлению. Эта работа будет проведена на площади около 2000 гектаров. Но надо отметить, что арендаторы полностью выполняют работы от начала до конца, начиная от заготовки семян и до посадки. В текущем году выращены арендатором более 6 миллионов штук сеянцев и саженцев, которые полностью высажены в лесном фонде. Надо отметить, что в последнее время 24 тепличных хозяйства у арендаторов имеются, которые в сокращенные сроки позволяют выращивать посадочный материал для будущих наших лесов. Редактор субтитров А.Семкин